МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Здравствуйте! С вами Илья Рыков. И Ольга Дмитриева. Вы смотрите Утро на ОТВ. Оставайтесь с нами. В этой программе вы увидите. Строительство объектов образования. На совещании главы округа обсудили возведение школ и детских садов. Школа имени Безбородова. Об изменении в здании учреждения после капремонта расскажет наш корреспондент. Награда активистам Дмитрий Глубков вручил сотрудникам ЖКХ Назарьева благодарственное письмо. Путевой машинной станции 4. Жители поселка рассказали о жизни за городом. 26 июля в 1971 году на советские экраны вышел фильм «Офицеры». Его снял режиссер Владимир Рогов на центральной киностудии имени Горького. Премьера кинокартины в прокате собрала более 53 миллионов зрителей. Этот легендарный фильм вошел в золотой фонд отечественного кинематографа. Кстати, 26 июля – это день загадок. А ты любишь загадки? Да. Вот тебе одна. Как поймать тигра в клетку? Нет. Дело в том, что тигра в клетку поймать нельзя, потому что тигров в клетку не бывает. Бывают тигры в полоску. Чем еще запомнился этот день в истории, узнаем прямо сейчас. 26 июля в 1951 году во время раскопок в Великом Новгороде нашли первую берестяную грамоту. По оценкам экспертов, маленькое письмецо принадлежало простолюдину, который жил в 15 веке. Позже берестяные грамоты нашли на раскопках в Москве, Пскове, Смоленске и в других русских городах. Ученые отмечают, что сегодня новгородские культурные слои хранят еще примерно 20 тысяч древнерусских берестяных грамот. Также 293 года назад, 26 июля, вышел указ об отливке Большого Успенского колокола. Он считается самым крупным в мире, весит более 200 тонн. Указ о создании «Царь колокола» в 1730 году подписала российская императрица Анна Иоанновна. Сначала это дело доверили парижским мастерам, но они отказали из-за размеров «Царь колокола». Тогда исполнение поручили московскому литейщику Ивану Маторину. Для изготовления произведения литейного искусства пушечный двор отправил в переплавку более 600 колоколов. Но Иван Маторин умер, не завершив дело. Царский указ выполнил его сын Михаил. 26 июля в России отмечают День парашютиста. В 1930 году группа советских летчиков впервые совершила серию парашютных прыжков под Воронежем. Именно это событие положило начало массовому развитию в СССР этого вида авиационного спорта. Еще через год им увлеклись и советские женщины. Сегодня в России парашютные прыжки с самолетов и других летательных аппаратов исчисляются десятками тысяч. Также 26 июля ежегодно жители планеты празднуют День дяди и тети, а поклонники первого в мире искусственного языка отмечают День эсперанто. 26 июля в 1938 году родился советский и российский эколог Дмитрий Павлов. Основная область его научных исследований – экология рыб, экологические аспекты их поведения, охрана биоресурсов водоемов. Также 26 июля родился швейцарский психиатр Карл Юнг и британский писатель Бернард Шоу. На совещании главы муниципалитета Андрея Иванова обсудили строительство четырех объектов образования в Одинцовском округе. Один из них – пристройка к Одинцовской 14-й гимназии на 500 мест. Сейчас его строительная готовность – 79%. Екатерина Крамор расскажет подробнее. В Одинцовском округе сейчас идет капитальный ремонт в четырех образовательных учреждениях. В Старогородковской школе-интернате имени Фурагиной, в Кубинской школе имени Безбородова, а также в двух детских садах. В 55-м на улице Маршала Бирюзова и в 10-м на Можайском шоссе. На совещании в окружной администрации особое внимание уделили строительству пристройки к 14-й Одинцовской гимназии. Стены будут выполнены с применением стекломагниевых листов, что позволит существенно ускорить работу по отделке внутренних помещений. На этой неделе количество рабочих будет дополнительно увеличено на 50 человек. Сейчас строительная готовность 14-й гимназии – 79%. Оборудование уже закуплено в полном объеме. Новая пристройка откроет большие возможности для реализации нацпроектов. Во-первых, это школа полного дня, это цифровая школа подготовлена. Уже поступает оборудование для новых современных кабинетов, поскольку сам проект, он так и называется, современная школа. И новые кабинеты, они, конечно, будут оснащены по последнему слову техники. Недавно на территории гимназии появился новый спортивный объект. Его открыли в рамках программы губернатора «Открытый стадион». Заниматься здесь могут не только школьники, но и местные жители после окончания учебного дня. Благоустройство продолжается. Качество проводимых работ под особым контролем. Продолжаем ежедневный контроль, участвуем в этих ежедневных утренних штабах, смотрим количество людей, фронт работ, соблюдение графика. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Совсем скоро обновленная кубинская школа номер два откроет свои двери для школьников. Изменится не только фасад здания, но и поменяются местами кабинеты. Глава округа Андрей Иванов проверил ход капитального ремонта. О том, какие еще изменения ждут школьников и их родителей, подробнее в нашем следующем сюжете. И часть этого помещения сегодня под демонтаж. Ну, это то, что уровень такой. Совсем скоро обновленная вторая кубинская школа будет готова принять учеников. Здание построили 50 лет назад. Но за это время капитальный ремонт здесь проводят впервые. Сейчас уже приступили к чистовой отделке и благоустройству территории. Глава округа Андрей Иванов приехал на объект и осмотрел помещение. Щиты временной механизации уже на объекте расставлены. В том крыле по бетону уже закатали гидроизоляцию. И сегодня, в ночь, завтра, утром будем делать стяжку. Финализируем утяжку и выходим на перегородку. Готовность школы 50%. На объекте трудится более 50 человек в две смены. Работает 8 единиц техники. Людей еще добавят по поручению Андрея Иванова. Работы проводят в рамках реализации президентского проекта образования. Это будет полностью новая школа. У нас из старого остались только несущие стены. Меняется фасад, меняются все окна, дверные проемы. Возводятся новые перегородки внутренние. По сути, это полностью новая школа. А еще благоустроить территорию появится спортивный стадион с полосой препятствий, беговыми дорожками, а также место для прогулки группы продленного дня. Все эти вопросы обсуждаются с родителями, с родительским комитетом, с учителями, с директором школы. По благоустройству как раз таки работали, прорабатывали все совместно с ними. Несколько вариантов было, то есть отправляли им на согласование что-то. Актовый зал был совмещен со столовой. Теперь их разделят по разным этажам. Добавят современные классы по изобразительному искусству, музыке, танцевальные и тренажерные залы. На улице обустроят площадку для проведения праздничных линеек. Раиса Киян, телекомпания «Одинцова». Институт ядерной медицины в Химко в четвертый раз вошел в рейтинг лучших онкоклиник мира по лучевой терапии. В центре используют лучшие практики, передовое оборудование, а для чтения снимков и компьютерной томографии применяют искусственный интеллект. Сюда едут лечиться жители даже самых дальних регионов России – Камчатки и Ямала. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. 75 стоматологических центров Московской области приведут к единому стандарту. По словам губернатора Андрея Воробьева, необходимо увеличить число центров, где помощь оказывают под наркозом. Кроме того, в рамках проекта открывают дополнительные детские кабинеты. Так в Мытищинской поликлинике начали работать 9 новых стоматологических кабинетов. Там ведут прием 11 квалифицированных специалистов и открыт детский кабинет. В новом учебном году во всех школах Подмосковья появятся спортивные клубы. Сегодня они действуют в 952 школах. Всего в области их около полутора тысяч. Спортивные клубы предлагают стандартный набор – футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжи и шахматы. Они бесплатные, поэтому для многих семей это единственная возможность для физического развития ребенка. К тому же это удобно – детей не нужно никуда возить. Литературный фестиваль «Проект поэт» пройдет в усадьбе Муранова имени Тютчева 11 и 12 августа. Его посетят актеры Сергей Безруков и Сергей Маковецкий. В программе спектакль «Хулиган-исповедь», посвященный жизни и смерти Сергея Есенина. Со сцены прозвучат ударный рок-композиции и зажигательная танго. Фестиваль проходит в третий раз. Главная его цель – создать пространство для притяжения молодых талантов. Активисты предприятия ЖКХ «Назарева» регулярно отправляют гуманитарную помощь в зону СВО. Депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков встретился с коллективом и поблагодарил их за активную гражданскую позицию. Сюжет – Екатерина Крамор. Коллектив предприятия ЖКХ «Назарева» уже не первый раз помогает участникам специальной военной операции и отправляет им все самое необходимое. Недавно приобрели комплект резины для военной техники. Депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков помог отправить важный груз в Херсонскую область. Ваша позиция заслуживает уважения, вызывает благодарность и, самое главное, нужна и имеет реальный отклик от бойцов и командиров, которые находятся в зоне специальной военной операции. С самого начала спецоперации коллектив помогает и поддерживает участников СВО. Они уже отправляли маскировочные сети и другую гуманитарную помощь. Время от времени собираем какие-то денежные средства, уточняем через коллег, друзей задачи необходимые и потребности необходимые для бойцов в зоне СВО и стараемся обеспечить именно тем, что им необходимо. Парламентарий вручил коллективу благодарственное письмо. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». В Москве проведут эксперимент с бесплатной парковкой возле трех поликлиник. Машину можно будет оставить только на два часа. После начнет действовать повышенный тариф – тысяч рублей в час. В пилотный проект попали поликлиники в проточном переулке на улицах Иерусалимской и Лестево. Обычно для пациентов выделены бесплатные места, но часто они заняты машинами сотрудников соседних офисов. И как раз, чтобы избежать долгого простой автомобиля, пилотный проект и разработали. Узнать такую парковку можно будет по синим информационным щитам. Изменения вступят в силу с 31 июля. Что еще происходит в Москве, покажем прямо сейчас. На новых тематических картах «Тройка» изображены киты из «Красной книги». Такой дизайн выбрали ко Всемирному дню китов и дельфинов. Доступны два варианта карт – с гренландским и горбатым китами. Фотограф их запечатлел в нацпарках. Гренландского – в Шантарских островах, а горбатого – в Командорских. Приобрести новинки можно в московском метро на станции «Маяковская» и на стойках «Живое общение», а также на портале «Мосметро.шоп». Московские школьники смогут бесплатно ездить на городских электровелосипедах. Для этого нужен безлимитный проездной «Единый» или карта «Москвича» на общественный транспорт. Их нужно привязать на 30, 90 или 365 дней в личном кабинете приложения «Метро Москвы», а потом активировать бесплатные поездки в веб-приложении «Велобайк». Время каждой поездки – 30 минут. Их количество в день не ограничено. Они доступны до конца действия проездного или до конца велосезона. Акция начнет действовать с 25 июля. В Москве построят мост между Красным Октябрем и Музеоном, о планах рассказал Сергей Собянин. По его словам, к строительству уже приступили. Завершить его планируют к началу 2025 года. Посетители Московского урбанистического форума узнают секреты долголетия. Пройдет он в гостином дворе с 1 августа по 10 сентября. В интерактивной игре «Генератор долголетия» гостям предложат отделить полезные привычки от вредных. После этого они получат совет от активиста московского долголетия или от исторической личности долгожителя. Ознакомиться с программой форума можно на его официальном сайте. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Далее в программе вы увидите. Путевой машинной станции 4. Жители поселка рассказали о жизни за городом. Чеховский день. В Звенигороде прошел традиционный фестиваль. Про добро. О настоящем профессионале в швейном деле учителе Старогородковской школы-интерната расскажем в нашей рубрике. Жители Москвы все чаще выбирают для жизни населенные пункты Одинцовского округа. Меняют комфорт города на единение с природой. Одно из таких мест – поселок путевой машинной станции 4. После ремонта он сильно преобразился и стал еще уютнее. Подробнее в материале Алтынай Урумбаевой. Далеко машины едут? Где машины едут, показалось. Демит и Софья внимательно слушают маму. Виктория Тихомирова – педагог с шестилетним стажем. Она знает, как интересно преподнести детям сложный материал. Сегодня девушка гостит у бабушки в поселке путевой машиной станции 4. Здесь хорошо тем, что такая тихая обстановка, не городская. Со спокойной душой отпускаем детей на улицу. Они играют. Вполне все вообще прекрасно. Соседи добродушные. Да и обстановка, в принципе, такая человеческая, добрая. Все хорошо. Обрушившийся на поселок дождь добавляет ему уюта. В такую погоду только плед, какао и наблюдать за происходящим из окна. Мария Сташкова вынуждена выйти на улицу. Собаку погодные катаклизмы не волнуют. Девушка живет здесь 30 лет. Квартира ей досталась по наследству от папы. Здесь очень хороший поселок. Мне нравится здесь. Потому что, если взять соседние поселки, там мало растительности. А тут лес есть, можно погулять там. Сегодня в поселке Путевой машины станции 4 живет 456 человек. Большинство из них получили квартиры, когда работали на железной дороге. Но есть и те, кто городскому ритму предпочел живописные виды Одинцовского округа. Продали квартиру в Москве. Купили здесь и дочки. Дешевле. Цены в Москве выше. Чтобы дочке досталось тоже. Поселок появился на карте России в 70-х годах. Начиная с 2017-го этот населенный пункт начали приводить в порядок. Постепенно он стал преображаться. Здесь появились детская и игровая площадки, новые лавочки. Ремонт территории проводили комплексно. Заасфальтировали проезжую часть, установили тротуары. Обустроили парковочное пространство. Отремонтировано несколько подъездов здесь по программе. Зеленые наслаждения были приведены в порядок. Место для сбора мусора приведено в порядок. Отремонтировано. То есть данный поселок сейчас приведен к современным стандартам. Проверил благоустройство дворовой территории глава Одинцовского округа Андрей Иванов. По его поручению здесь установят еще и волейбольную площадку. Важно, что все работы в поселке ведут, учитывая мнение людей. Совместная работа администрации и местных жителей приносит результат. Алтына Юрумбаева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. В Крыму археологи работают на раскопках в окрестностях Керчи. Они исследуют одно из древнейших поселений полуострова – Глейки. Среди артефактов – осколки керамики и каменные грузила. Они помогут узнать больше о первых переселенцах, которые обосновались на восточном побережье Крыма еще за 4000 лет до нашей эры. Россия запустила солнечный телескоп после 14-летнего перерыва. Аппарат самый компактный в мире – меньше 2 килограммов. Такой на орбиту еще не выводили. Телескоп находится на спутнике. На днях ученые установили с ним двустороннюю связь. Теперь они готовятся к полноценному запуску научной программы. Аппарат поможет им регистрировать излучение короны Солнца и солнечные вспышки, которые невозможно видеть с Земли. В Ставропольском крае с начала этого года путевками в санатории обеспечили около 400 детей с инвалидностью. Вместе с ними выдают талоны на бесплатный проезд к месту лечения и обратно. До конца текущего года планируют выдать еще 128 таких путевок. В рамках Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в Тверской области благоустроят три малых города – Бежицк, Удомля и Торжок. В Торжке в рамках грантового финансирования благоустроят одну из главных площадей города – площадь 9 января. В Удомле приведут в порядок парковую зону по улице Венецианово, а в Бежицке реконструируют Центральную Советскую площадь. Несколько десятков дам с собачками – ретро-фотографии, сделанные по старинной технологии и мастер-классы, посвященные литературе. В Звенигороде прошел Чеховский день. В эпоху 19 века окунулась и наша съемочная группа. Шляпа, зонт и непременно собачка. При словосочетании чеховская дама, даже походка, меняется. Четвероногие модели не отстают от своих хозяек. В конкурсе дефиле нет проигравших. Здесь главное – настроение. Скажем так, не ради победы приехали. То есть просто получить удовольствие. Хорошее общение, хорошие люди, хорошее настроение. Ну и вообще себя показать, на других посмотреть. На другой площадке городского парка в Звенигороде выстроилась очередь за ретро-фотографией. Снимки создают по технологии, которой уже более ста лет. Так люди фотографировались в конце 19 века. Руководит процессом Сергей Богданов. Старинный аппарат он приобрел в антикварном магазине. Он состоит из матового стекла, меха и объектива. Больше в нем ничего нет. Для того, чтобы сделать фотографию, вы открываете объектив, забираетесь. У вас здесь на стекле образуется изображение. Фестиваль посвящен великому русскому писателю Антону Павловичу Чехову. Впервые он побывал в Звенигороде в июле 1881-го. А уже через три года молодой врач и писатель начал замещать на время отпуска знакомого уездного врача. Чехов не только принимал в городе пациентов. Он готовил материалы для своих произведений. В основу концепции фестиваля легли впечатления писателя от пребывания в этом городе. Чеховский день проходит здесь каждый год. Благодаря приведенному благоустройству городского парка в Звенигороде, этот праздник, Чеховский день в Звенигороде, заиграл для нас новыми красками. Прекрасное расположение площадок, замечательное расположение уютное кафе, есть где разместиться зрителям, есть где в тиши погулять отдыхающим и замечательная площадка для творческих программ. Участники фестиваля долго не расходились. Чеховский день оправдал ожидания даже самого неискушенного читателя, великого русского писателя. Алтана Урумбаева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. Светлана Ильина – настоящий профессионал в швейном деле. По специальности инженер-конструктор одежды. Она работает в школе и учит ребят шить. Постепенно вместе со своими подопечными, учениками Старгородковской школы-интерната имени Фурагиной, на уроках труда они открыли целое производство. Готовят теплые кофты и балаклавы для наших солдат. Рубрика про добро далее. Лицо с лицом, правильно? Вот рука, скалышка, здесь рука, и ноги сюда, скалышка, здесь рука. Дальше оттем. У старшеклассников Старгородковской школы-интерната ответственная задача. Они краят и шьют мужские толстовки из флиса. И эти изделия не для модного показа. Кофты, а также балаклавы, шапки и снуды, которые создают их умелые руки, будут греть наших солдат. Под чутким руководством учителя швейного дела Светланы Ильиной, чтобы хоть как-то помочь военным, педагоги школы начали учиться шить. У меня учителя научились настилать. Дети все смотрели за этим. Рвались в бой. Я говорю, пока подождите, не пущу. Дайте мне сейчас учителей научить. И я, кто-то приходила, ну, после уроков, естественно, это все было в свободное время. Кого-то на распашивалку научила, кого-то на верлоке. А теперь у них борьба учителя, кому куда сесть и что делать. Постепенно мастерством овладели и школьники. Сейчас свободно орудует ножницами, иглами, освоили все виды швейной техники. Признаются, поначалу было непросто. Для меня самое сложное было – это машинка, потому что я не знала, как делать, пока мне учитель не сказал. Все, потом началось стараться, получаться. Сейчас пока ничего такого сложного нет. Уже более 12 лет Светлана Ильина преподает в этой школе. Профессиональный инженер-конструктор швейных изделий решила посвятить себя детям. Получила дополнительное педагогическое образование и стала обучать ребят своему непростому, но такому полезному в наше время ремеслу. Сначала детки приходят, особенно мальчишки. Нам это не надо, это не мужская работа. И, естественно, они боятся эти швейные машинки, потому что они профессиональные на швейной машинке. Но после нескольких, вот они видят, что они построение делают. Это им тяжело дается, но они стараются. Когда получается первое изделие, входят во вкус. А ушить специальную одежду для солдат – не только удовольствие, но и большая ответственность. Мы когда отшиваем, отутюживаем, то есть каждое изделие у нас еще обработано паром, потому что мы не можем их постирать, то есть они продезинфицированы, можно так сказать. И да, у нас, знаешь, это упаковка, где мы прикрепляем к упаковке записочки от ребят. За год школа отправила более двух тысяч изделий, сшитых под началом Светланы Юрьевны. Волонтеры привозят ткани и забирают коробки с готовой одеждой. Многие материалы закупаются учителями на личные средства. А обратно за этот труд и добрые дела все получают теплые приветы от солдат и видеообращения с благодарностями. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Исследователи МАИ изобрели протез кисти руки, который запоминает форму. Внутри каждого пальца двойная проволока из плана титана и никеля. Такое строение позволяет получить модель с натуральной точностью, венами, складками кожи и даже отпечатками пальцев. Протез позволяет жить полной жизнью, водить машину, плавать в бассейне. Такие руки из титана не боятся влаги, в отличие от киберконечностей. Протез позволит носить грузы весом до трех килограммов и работать строительными инструментами. Ученые уже запатентовали свое изобретение и намерены продолжать разработку протезов. О других событиях в мире смотрите прямо сейчас. В мировом океане найдена бессмертная медуза. Исследования показали, что когда она получает повреждения или становится слишком старой, то может избежать смерти, вернувшись к стадии полипа, а затем растет снова. Из обратного жизненного цикла ученые присвоили ей название Бенджамин Баттон. Дальнейшие наблюдения показали, что начинать жизнь заново они могут до 10 раз всего за 2 года. Это единственный вид, известный на данный момент, который может омолаживать себя после размножения. 60-летний житель Америки отправился в плавание на тыкве и прошел 38 миль вниз по реке Миссури. Цель поездки – попасть в Книгу рекордов Гиннесса за самое длинное путешествие на тыквенной лодке. Рекорд мужчины и его корабля тыквы еще не зарегистрировали. Сейчас его заявление в процессе рассмотрения. Вена названа самым удобным городом мира. Второй год подряд столица Австрии занимает первое место как самый удобный город благодаря своей стабильности, системе здравоохранения, образования и развитой инфраструктуре. В Шотландии вывели сорт голубики, который в три раза больше обычного. У него более высокая урожайность и повышенная устойчивость к погодным условиям. А еще она более хрустящая и вкусная. А теперь о погоде. По прогнозам синоптиков сегодня будет дождливая погода. Температура воздуха днем – 21-23 градуса тепла, ночью – 17-19. Ветер юго-западный – 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление – 733 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 86%. Геомагнитное поле – спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках. А также следите за новостями в телеграм-канале «Про округ». А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале «Про молодежь». Если же вы стали очевидцем происшествий или у вас есть интересные новости, присылайте нам в чат-бот по QR-коду, который вы видите на ваших экранах. Вы смотрели «Утро на ОТВ». В студии были Ольга Дмитриева и Илья Рыков. Мы желаем вам хорошего дня и хорошего настроения. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова